Следующий вопрос. Теория парамагнетизма Брюлена. Речь пойдет про парамагнетик из невзаимодействующих ионов, каждый из которых обладает некоторым полным моментом импульса йод. В нулевом поле все подуровни этого магнитного йона выражены по проекции полного момента импульса. Всего есть два йод плюс одно состояние, которое имеет абсолютно одинаковую энергию. При продолжении магнитного поля возникает зимановское взаимодействие с магнитным полем, и эти подуровни расщепляются по проекции на направление магнитного поля в соответствии с зимановской энергией минус G магнитного бора на проекцию момента импульса на направление поля. Самым нижним оказывается уровень с максимальной проекцией момента импульса на направление поля, соответственно, с максимальной проекцией магнитного момента на направление поля, а самым высоким уровень, в котором магнитный момент направлен против магнитного поля. Уровни стали разными по энергии, при конечной температуре будут разные заселенности. Этих уровней будет преимущественно заселен нижний уровень, где магнитный момент имеет проекцию максимально возможную и направленную вдоль поля. Соответственно, в целом этот ион подмагничивается в направлении приложенного магнитного поля. Возникает промагнитный-магнитный момент, вычисление которого и составляет содержание этой теории промагнитизма Брюллена. Вычисление делается стандартным термодинамическим способом. Среднее значение на магничности иона это сумма по всем состояниям, значение на магничности в данном состоянии, G-магнитного имбора на проекцию полного момента, умножить на Больцмановскую экспоненту, описывающую вес этого состояния, и поделить на нормировку на сумму Больцмановских экспонентов. Выражение для произвольного значения момента импульса получается довольно громоздким. Это сумма 2j плюс 1 слагаемого от jz равно j до jz равно минус j. Сумма такая по понижению получается. Честно говоря, в современном мире ее вычисление это прерогатива компьютеров, если нужно, поэтому упрощение часто оказывается ненужным на практике. Но если на нее посмотреть понимательно, оказывается, что эта формула не такая уж и страшная. Сумма, которая стоит в знаменателе этой дроби, это просто геометрическая прогрессия, которую просуммировать, как мы знаем. Сумма, которая стоит в числителе этой дроби, это похоже на геометрическую прогрессию, но немножко отличается. Немножко как примерно отличалась сумма при вычислении закона излучения абсолютного черного тела в курсе квантовой механики. Это выражение сводится к геометрической прогрессии, если заметить, что можно здесь ввести производную. Производная от геометрической прогрессии сумма g-магнитного бора b, jz поделить на температуру, по магнитному полю как раз выдаст множитель g-магнитного бора jz, но еще поделен на температуру, значит на температуру она нужна домножить. Так что числитель это t на d по db от геометрической прогрессии. Так что дальше все, в принципе, вычисляется. Вычисление это, тем не менее, оказывается довольно громоздким, и оно может быть спрятано в новую функцию, которая называется функцией бриллиена. Средняя на магничность йона, проекция среднего магнитного момента на ось z, это g на полный момент импульса, на магнитон бора, на функцию бриллиена с индексом йод. Эта функция немножко зависит от того, чему равен момент импульса, от переменной x, которой есть g-йод магнитон бора b поделить на t. То есть переменная x, это отношение поля к температуре с множителем g-йод магнитон бора. Значит, вот эта функция бриллиена, b-йод от x, в принципе, может быть выражена в явном виде. Выражена через гиперболические функции, через гиперболические катангенсы. Но это преобразование, оно математическое, требующее аккуратности, очень громоздкое. На мой взгляд, в рамках ответа на этот билет можно вот к этому конечному виду не стремиться. После того, как написано физическое выражение для среднего момента и показаны подходы к вычислению этих сумм, разрешимость задачи доказана. Дальше некоторая арифметика, которую в рамках экзамена можно объявить, что люди знают, как это делается. Но что по физике интересно, это рассмотреть более простой случай. Рассмотреть случай, когда полный момент равен 1,2. Или когда спин равен 1,2, а орбитального момента нет вовсе. Тогда есть всего два уровня. sz равно плюс 1,2, sz равно минус 1,2. И вот это вот суммирование сводится к простому гиперболическому тангенсу. Получаем ответ для средней намагниченности g мгт.мбора пополам умножить на гиперболический тангенс от g мгт.мбора b на 2t. Вот это получается, с одной стороны, частный случай функции Брюлена для й, равного 1,2. А с другой стороны, понятная, удобная для наглядного анализа формула. Можно нарисовать зависимость средней намагниченности от параметра b к t. Это гиперболический тангенс, функция которой мы хорошо знаем, линейная при малых значениях параметра, выходящая на константу при больших значениях параметра. Константа, сам гиперболический тангенс стремится к единице, поэтому намагниченность стремится к g мгт.мбора пополам. То есть, к максимально возможному значению проекции магнитного момента, которая для й, равного 1,2, возможна. На малых значениях поля имеется линейный закон. Переход с линейного на нелинейный называется насыщением парамагнетика. Насыщение происходит тогда, когда параметр g мгт.мбора b делить на t порядка единицы. Конкретика, конечно, зависит от того, что за g-фактор. Но для грубой оценки, g-фактор у магнитных ионах, находящихся в кристаллах, обычно близок к двойке. Очень редко отличается сильно от двойки. Поэтому температуре 1 кельвин соответствует поле порядка 1 тесла, в котором g мгт.мбора b делить на t оказывается порядка единицы. Практический вывод, например, при измерениях прикомнатной температуре, когда температура 300 кельвинов, добиться насыщения парамагнетика очень сложно. Нужно будет приложить поле в несколько сотен тесла. Это крайне сложно и достигается только в очень экстремальных опытах с импульсными полями, получаемыми при помощи взрывов. А вот при низкой температуре, при температуре около кельвина, насыщение парамагнетика достигается очень легко. Это поля примерно тесла, поля в несколько тесла, которые легко создаются современными лабораторными сходящими магнитами. Так что насыщение парамагнетиков при низкой температуре — это экспериментальный факт, с которым физики и экспериментаторы регулярно сталкиваются. Ну а линейный ход в малых полях имеет коэффициент наклона равной восприимчивости парамагнетика. И вот для нашего случая момент равного 1,2 — это коэффициент наклона, есть просто g2, магнитон-бороквадрат, подлительный 4t. Температура в энергетических единицах, постоянной большим по этому формуле отсутствует. И эта зависимость восприимчивости от температуры в виде обратной пропорциональности называется законным Кюри. И есть тоже одно из свойств парамагнетика, в котором взаимодействие между спинами отсутствует. Продолжение следует...